Друзья, приветствую! Вторая часть Морлезонского балета, вернее видео от зрителя, в котором прислали образцы двух масел из двух разных автомобилей. Значит, в этом видео будет масло Матюль 8100 XCS 530, это полнозольное масло А3Б4, из Шкоды 2021 года, непонятно какой Шкоды, с мотором 2-литровым турбо, 180 л.с., с общим пробегом 67 тысяч километров, пробег на масле 7 тысяч километров, используемое топливо сотый бензин. Данных по средней скорости, по моточасам нет, к сожалению. Опять же, вот, ну, прошлое видео вы можете найти, это Shell Helix Ultra EKT из Kia Rio Upline. Ну и давайте посмотрим, что здесь по Матюлю. Я создал эталон и, посмотрите, сравнил с этим эталоном. Максимально близкое совпадение это T-Boyle Diamond ECP, Shell Helix Ultra EKT, то есть отличие где-то 0,2-0,3, ой, 1,2-1,3 процента. Те масла среднезольные, но они 504-507, поэтому не такая большая разница. Судя по совпадению, я бы тоже предположил, что Матюль тоже на Инфиниуме сделан, потому что и T-Boyle, и Shell сделаны на одном пакете, аналогичном. Да, кстати, и Лукоил тоже, а тут еще и XPS 1050, это масло для бомбардье, для техники Rotex Bombardier. Так, ну давайте посмотрим на данные по свежему, кто прибор намерил. Так, вот написано 8100XS A3 и смотрим. Значит, окисление нитрования. Да, окисление здесь, кстати, чуть-чуть повыше, чем в Shell в прошлом, а нитрование, наоборот, пониже. Противоизносных присадок хороший уровень, видно, что это полнозольный пакет 1,36, в Shell было 1,12, насколько память не изменяет. Фенольных антикислителей нет, аминных 0,6, поменьше уровень, и у меня такое создало впечатление, что если щелочное, если кальция много, то антикислителей поменьше. Щелочное 8,39 и кислотное 1,77, ну, напоминаю, щелочное по ГОСТу для отработки сделано, чуть занижен результат. Ну и вязкость 1,79 тоже соответствует тридцатке, в принципе, стандартная такая тридцатка для А3, это не А5, А3, то есть, как бы, все очень похоже. Так, и следующие данные, это у нас уже непосредственно отработка Skoda 2.0, 7000 километров, по версии девайса здесь почти 2% бензина, это допустимый уровень, хотя я подозреваю, что может быть и завышено, потому что сотый бензин, ну, по спектру именно определение. Так, видим окисление нитрований и равномерное, видите, нарастание примерно на 6 единиц, уровень противоизноса также высокий, смотрите, всего 5% просадка, отличный результат, видно, что мотор прекрасно работает, в прекрасном состоянии, фенольных как не было, так и нет, а минные даже, обратите внимание, присутствуют, на треть всего сработались, ну, прекрасно, видно, что масло, ну, еще вполне, вполне рабочее. Щелочное почти 6, ну, 6, можно сказать, да, и кислотное 2.61, прекрасный еще и приличный запас есть, да, есть небольшая просадка по вязкости 10.68, но ничего критичного, учетом того, сколько топлива, вот, как бы, в отличие от Shell'а прошлого и от Kia, результат совершенно другой, ну, и посмотрите прогноз, здесь уже я использовал и кислотное, мне показалось, что оно, ну, как бы, корректное, вот, и прогноз просто шикарный, видно, что мотор в отличном состоянии, никаких вообще вопросов нет, и прогноз, смотрите, 13, практически с половиной тысячи километров на масле, отлично, хороший полнозольник, обратите внимание, внизу на полоску, вот, красно-синюю смесь, здесь вообще не видно проблему, то есть, вот, вот, идеально мотор должен работать, стык должен быть на 50%, а здесь у нас, получается, да, чуть-чуть забогачено, но это может быть, ну, на один процентик, да, может быть, именно прогревы какие-нибудь там, что-то такое, то есть, вообще без вопросов, а в Kia, ну, тот, кто видел видео, насколько там окисление было выше, насколько смесь была забеднена, здесь вообще вопросов нет, и посмотрите, сразу это отражается на масле, то есть, масло работает шикарно, я думаю, что если бы в Kia также работал мотор, то прогноз был бы совершенно другой, хотя тут надо еще учесть, что в Skoda, ну, можно сказать, полноценный картер, я думаю, что не менее 4 литров, а там в Kia 3.3, вот, такие моменты, но, правда, здесь турбина, там не было, но, тем не менее, видите, это вот, я бы сказал, назвал это немецким подходом к маслу, а есть корейский, там, японский, где делают и моторы заточены на то, чтобы масло менять почаще, конструктивно, скажем так, и масло чуть другое, с другими требованиями, ну, вот, такое получилось видео, как бы вопросов по Матюлю нету, по Шкоде тем более нету, вот, благодарю зрителя за прислашивание образцы, значит, за образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok